Мы в прямом эфире. Это горячая линия телеканала Россия 1. Мы сегодня поговорим о проблемах миграции. Звоните нам, задавайте вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Начинаем, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые зрители. Моя фамилия Семенов. Микер, меня зовут. Я являюсь заместителем начальника управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. И в то же время начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации. Спасибо большое. Начальник отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции. Лавлинский Евгений. И пожалуйста. Добрый вечер. Конкошева Снежана. Старший инспектор группы по вопросам гражданства, соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев. Сегодня мы хотим поговорить о мигрантах, потому что с открытием границ и улучшением погоды они начали приезжать в Карачаево-Черкесию. И у наших граждан возникает много вопросов. От того, что многие радуются, что они приехали, будет кому работать на тяжелых работах. И до негативного явления, а зачем нам иностранцы нужны. И для того, чтобы вообще понять, нужны они нам, не нужны. И как иностранцам жить в Карачаево-Черкесии в правовом поле, чтобы проблем у них не было. Мы сегодня поговорим. О зрителе прошу звонить нам на горячую линию по телефону 22 00 36 22 06 73. Ваши вопросы будут передавать нам в режиме реального времени, и мы ответим на них. Ну вот, когда пандемия началась, президент страны Владимир Путин несколько раз продлевал моратории на то, чтобы мигрантам их отбелить, чтобы у них не было нелегальных статусов, продление их документов. Сейчас в Карачаево-Черкесии все ли успели это сделать, и до какого срока еще надо это сделать. Потому что, например, вчера показывали Москву, у всех обозначена дата 15 июня, откуда она взялась, никто не может объяснить. Но все иностранные граждане толпами стоят у ваших коллег московских. У нас как ситуация? Если позволите, я постараюсь озвучить этот вопрос. Смотрите, какая ситуация. В целом по стране, и у нас в Карачаево-Черкесии нелегальных мигрантов есть некоторое количество, которые хотели бы легализоваться. В данной ситуации указ президента дает им такую возможность. Что должен сделать мигрант, который вне правового поля находится на территории Карачаево-Черкесии? Прежде всего, он должен встать на мигручет. На мигручет иностранные граждане становятся по адресу с принимающей стороной. Принимающей стороной может выступать любой гражданин Российской Федерации, имеющий прописку в Карачаево-Черкесии. Мы говорим сейчас именно про это. Да, да, да. В течение 7 дней человек должен, иностранец должен встать на мигручет, и с этого момента он входит в правовой статус, легализуется. В дальнейшем, значит, в зависимости от той цели, которой преследует мигрант, он может задержаться на территории Карачаево-Черкесии. Для этого он подает документы или оформляет патент, если он собирается работать, либо собирает документы на РВП. РВП – это регистрация временного проживания. И тот, и тот статус дает право иностранному гражданину находиться на территории Карачаево-Черкесии на законных основаниях. Это если вкратце. Если вдаваться подробностей… А вот скажите, пожалуйста, какова вообще политика государства и, может быть, ваше отношение к мигрантам? Добро пожаловать или все-таки держать их в ежовых рукавицах и делать так, чтобы они все-таки долго не задерживались? Нужны они нам или нет? Видите ли, позиция государства, и мы представляем эту позицию, мы действуем в рамках действующего законодательства и не имеем права высказывать своего мнения. Нравятся они нам или не нравятся. Мы выполняем указания руководства и указания распоряжения руководства страны. Это понятно. Основываясь на своем опыте, работаю я больше 10 лет в этой области, могу сказать одно. Надо выдерживать золотую середину. То есть не то, чтобы все двери для них открыты и не то, чтобы что вам здесь надо. Они приезжают работать. Скажем, ближние зарубежья, азиатские страны. Они приезжают работать. Они приезжают работать и вместо того, чтобы они были нелегалами, они должны встать на мигручет, войти в правовое поле, оплачивать. Например, если они получают патент, оплачивать госпошлину, тем самым приносить доход, пользу государству и приносить пользу тем людям, у которых они будут работать. Другой вопрос. Если посадить себе на шею или на голову иностранца, который может потом в некоторой экстенции вылиться, это тоже другая крайность, понимаете. Поэтому мое личное мнение, находить золотую середину и все будет нормально. Вот вопрос от нашей зрительницы Фатима Алботова поступил. Она спрашивает, а сколько вообще у нас иностранцев числится на учете? Потому что ей кажется, что это больше, чем жители Карачаева и Черкесии. Вообще реально сколько? Кто ответит? На начало года 2021 года у нас в республике было поставлено на учет около 3,5 тысячи иностранцев. В этом году на сегодняшний день плюс 658 человек иностранных граждан. У нас их количество растет или в связи с тем, что говорят, что из-за того, что доллар стал очень дорогим, они от нас уезжают? Нет, но пока ковидные ограничения действуют, не растет. Как бы их действительно не так уж и много. То есть ковид спасения для экономики Карачаева и Черкесии получается, что они здесь работают. И вот давайте теперь об их официальном положении. Вот Заира Семенов из Учкикина спрашивает. По официальной легализации иностранцев на территории Карачаева и Черкесии проверяют ли их состояние здоровья? Потому что по ее мнению, что все приезжают сюда очень больные и заражают местных жителей. Если иностранец, допустим, болен с ПИДа, может он получить разрешение на работу и болеющих иностранцев депортируют или жалеют их и лечат? Согласно требованию федерального закона от 25 июля 2002 года, номер 115, о правовом положении иностранных граждан. Иностранный гражданин, который прибыл в Российскую Федерацию, при обращении в подразделение миграции за получением разрешений на временное проживание, вид на жительство, работа и так далее, обязан предоставить документы об отсутствии у него заболеваний наркомании, инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ. Иностранец, болеющий с ПИДом, ВИЧ-инфицированный, не может проживать на территории нашего государства. И мы их депортируем. В случае установления таковых, в отношении указанной категории граждан, проводится процедура депортации. Кроме того, с управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, нам также поступают письма, и мы принимаем необходимые меры, направленные на депортацию этих граждан. А скажите, пожалуйста, вот когда они предоставляют документы, что, допустим, с ПИДом не больны, они из своей страны должны привезти или они должны в России сдать этот анализ? Потому что мало ли, что они могут привезти. У них некоторые документы на руках из своей страны, и также они тут тоже проходят медицинское обследование. Медицинские справки они обязаны получать здесь у нас. Вот. Четыре вида справок основных. Это кожные заболевания, туберкулез, наркомания и СПИД. Несколько вопросов поступило от наших зрительниц, которые просили называть их имена, но они называют, мы их в категорию невесты для иностранцев назвали. И вот пишут, я хочу выйти замуж за иностранца, ну, допустим, Узбека, Киргиза, Туркмена, но нужна справка из родины о том, что жених не женат. Ехать за этой справкой дорого. Существует ли электронный документ оборот между странами СНГ? Есть ли какая-либо возможность получить необходимые справки удаленно? Давайте я постараюсь ответить, ну, хотя это не входит в компетенцию МВД. Электронного документа оборота с иностранными государствами нету. Вопрос, наверное, больше к органам ЗАГСа, потому что, ну, документ требует, справка требуется именно ЗАГС. Возможно, ну, бумажный документ оборот имеется, либо предоставление только лично самими гражданами. То есть все-таки за справкой надо будет ему поехать? Надо будет поехать. Вот. Месячный заработок должен идти или подождать? Ну, Туркмена у него там, жена здесь, жена. Вот. Руслан Гачияев из Преградной спрашивает. Говорят, что иностранцы приезжают к нам якобы работать, но на самом деле они продают наркотики. Какова криминальная статистика? Он говорит, на иностранцев клевещут или реально они участвуют в каких-либо криминальных делах? И какова статистика преступлений в отношении иностранных гостей? Давайте на два вопроса разделим. Криминал со стороны иностранцев и криминал наш по отношению к иностранцам. Ну, с января 2021 года в отношении иностранных граждан совершено 8 уголовных преступлений. Конфликтных ситуаций, как бы, между представителями различных национальностей не возникает. Фактов проявления ксенофобии со стороны принимающего общества на территории республики и ранее у нас не зафиксировано. По поводу совершения иностранцами преступлений могу пояснить следующее. На криминогенную социально-экономическую обстановку существенно они не влияют. За истекший период 2021 года на территории Карачаево-Черкесской республики совершено 1618 преступлений, из которых 21 совершено иностранцами. Из них три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ну, к примеру, во второй половине прошлого года два гражданина Узбекистана, в отношении двух граждан Узбекистана, было возбуждено 96 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков. И чем они так промышляли в наркотической сфере? Закладки делали. Это на каждую закладку по головному делу, что ли? Да. Не всегда. Не всегда, но в данном случае так. Вот. И далее вот вопросы, которые к нам поступили накануне эфира от туркменов города Карачаевска. Вот они пишут. Мы туркмены, нам очень нравится Россия и Путин. Как нам получат гражданство Российской Федерации? Расскажите о всех возможных законных вариантах. И приведите примеры незаконных действий при получении гражданства, чтобы мы не соблазнились на помощь мошенников. Давайте тоже я постараюсь ответить. Условия и порядок приобретения гражданства утверждены федеральным законом. 62 федеральный закон от 31 мая 2002 года. Существует много категорий граждан, которые в упрощенном порядке могут получить гражданство. Но, грубо говоря, нужна какая-то связь с Российской Федерацией, чтобы было это упрощение. А вот какая связь? Ну, приведите примеры. Туркмены, я так понимаю, это студенты, граждане, которые обучаются в аккредитованных учреждениях на территории Российской Федерации. Могут после окончания учебы проработать не менее года. Естественно, страховые взносы в пенсионы. Это является одним из оснований для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Вот просто я с этими туркменами встречался, они говорят, то есть не обязательно на местных красавицах жениться, чтобы остаться в России? Не обязательно жениться. Это тоже один из вариантов, но жениться не обязательно. Вот давайте про этот год... В браке прожить еще не менее трех лет и иметь там общих детей. То есть жена не нужна для этого? Ну, если в браке, я имею в виду, не меньше трех лет, нужно состоять в браке с гражданином Российской Федерации, иметь общих детей, тоже одно из оснований. А вот давайте вернемся к тому, что вот после обучения в Карачевском госуниверситете год проработать официально где-то? Ну, по специальности проработать тоже на территории Российской Федерации. Ну, если вот они же в основном учатся на педагогические специальности, ну, вряд ли в школах местные товарищи отдадут им настиженные места. Они могут пойти дворниками поработать год? Нет, только по специальности, по которой они обучились. Да, учителем поработать. Вот, если им не удается учителем поработать, то второй вариант, надо жениться или выйти замуж за местных. Ну, более распространенные варианты упрощенного порядка приобретения гражданства расскажу тогда. Это наличие родителей граждан России, наличие брака с гражданином Российской Федерации не менее трех лет, либо брака и, ну, еще совместных детей, которые тоже являются гражданами России. То есть можно не жениться, но дети, если есть... Нет, нет, обязательно быть в браке и иметь совместных детей граждан Российской Федерации. Что, ну, вот про обучение, в принципе, рассказала. Носители русского языка, есть такая категория, тоже упрощенный порядок. Как граждане, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, то есть с видом на жительство это дает постоянно проживание, имеют право обратиться с заявлением о признании их носителем русского языка. Они подают заявление в комиссию. Но туркменам это не относится. Потому что у них же нет в данном случае. Ну, если русскоязычный туркмен, почему нет? Подождите, то есть если туркмен владеет русским языком, хорошо? Хорошо. Он имеет право обратиться в комиссию, он проходит в виде собеседования, проходит это все, задаются вопросы, на которые он отвечает. И не обязательно потом год работать и жениться? Не обязательно, но при наличии постоянного проживания, виды на жительство. Вот, а у них, получается, на каких основаниях тогда здесь студенты находятся? Студенты находятся на основании обучения. Студенческая виза, типа. Им продлевают... Учебная виза это называется. Ну, естественно, когда общались тоже с туркменами, они говорят, ну, если, допустим, мы женимся на местных красавицах, чтобы получить российское гражданство, а вообще миграционная служба будет ли проверять, мы вместе живем или нет? Потому что во многих европейских странах, даже в Турции, есть такая служба в полиции, которая может в 6 утра заявиться и посмотреть, вы в одной постели лежите, или вообще в разных городах находитесь. Как вообще проверяется, это фиктивный брак или реальный? Ну, смотрите, если мы оставляем в стороне этическую сторону вопроса, а она немаловажна, я так понимаю, в этой ситуации, изначально давайте смотреть так. Если человеку нужен брак только для того, чтобы получить гражданство, такой человек в принципе Российской Федерации не нужен. Начнем с этого. Если человек хочет получить гражданство и использовать для этого законные цели, то фиктивный брак в принципе отпадает. Я так понимаю. Вторая часть вашего вопроса. Проверять, конечно, будем. А как не проверять? Вот как это происходит? Вы знаете, есть много способов, даже при личном общении с людьми, можно это выяснить. Спросить, что, знаете, вот как на передаче «Любовь с первого взгляда», да, что он любит, что не любит. Нет, нет, мы не будем раскрывать наши профессиональные секреты. Лайфхаков сегодня не будет. Сегодня не будет, нет, это не тот случай. Но как бы в общении с людьми можно это выяснить, это не очень сложно, поверьте. Поэтому, предупреждая о появлении фиктивных браков, я бы посоветовал нашим замечательным студентам-туркменам обращаться в органы миграционной службы и делать все на законных основаниях. Говоря о второй части вашего первого вопроса, как избавиться не попасть мошенникам? Да, да. Потому что вот именно помогает очень много. Да, немаловажный вопрос. Понимаем, что как бы могут воспользоваться нечестные на руки люди, воспользоваться ситуацией, заработать на этом. Самый простой совет, это знать, что никаких огромных сумм для получения гражданства не требуется. Есть просто госпошлина. Какая сумма госпошлина? 3500 рублей. 3500 рублей. При оплате получается квитанция на руках у человека. То есть 3500 рублей и больше платить не нужно? Больше платить ничего не нужно. Вот и все. Не считая, когда человек заполняет документы, бланки и так далее, или если сам не хочет, там кто-то ему там поможет, тогда это все мелочи. Каких-то астрономических сумм для получения граждан не предусмотрено. Очень важный ответ. Если вам озвучивают там какие-то суммы, знайте, что это мошенники. Вот и все. Это прежде всего. Во-вторых, двери миграционной службы всегда открыты. Мы работаем иногда, дни бывают до 8 вечера по официальному графику. Приходите, спрашивайте. Мы никого не выпроваживаем. Мы всем объясняем. Вот сейчас поступил вопрос, от Фатимы, жительницы Черкесска. И вот она говорит. В Кабаринобалкарию мигранта вообще не пускают. А в Карачаево-Черкесии зайдите в паспортный стол, их там полно. Нашим детям негде работать. Копейки платят, еще и кидают. Мой сын работал на строительстве моста. Ему не заплатили до сих пор. Когда он работал, на стройку привезли узбеков. Есть кому строить дальше. Видимо, нашим миграционным органам и богатым людям выгодно привозить сюда жителей Узбекистана. Я считаю, что они на них наживаются. Вот как бы вы прокомментировали бы? Первая часть вопроса про Кабаринобалкарию, Карачаево-Черкесию. У нас же единое федеральное пространство. Зона одна и та же. Российские законы действуют как там и здесь. Это расхожее мнение, что у соседей не так, как у нас. Даже подача у соседа что-то не то, как у меня. Это обычное явление. У нас все одинаково. Что касается другой части вопроса. Злободневный вопрос. Больше пользы от иностранцев или больше вреда? Я так полагаю, что иностранцы занимают те ниши, которые освобождаются, которые свободны в зависимости от того, что для местных жителей это непрестижно, или это неудобно, или это низкооплачиваемо. Говорить за работодателей, в данном случае там мост строили, да, вы говорите, это частный случай, я не могу комментировать именно на этот случай. Но пусть обращаются в прокуратуру? Есть много возможностей опротестовать это, проверить на законность принятия такого решения, проверить работодателя самого и так далее. Это немножко не в нашей области. Но, как бы, понимая, что вот люди думают, что мигранты забирают в рабочие места, я бы не стал так озвучивать. Вот только что, вот наш коллега сказал, сколько людей заехало, да, вот у нас на данный момент 2822, по-моему, патента выданы людям, иностранцам. То есть, по патенту они имеют права работать. Это невысокооплачиваемая работа. Это вот чернорабочий, как говорится, да. И как бы иностранец работает, он зарабатывает, он платит налоги, он содержит свою семью, которая находится там в Узбекистане, в Таджикистане, и он еще приносит пользу обществу. А если это общество не может это оценить, то как бы иностранцы будут понемногу выдавливаться. Это вот такие, знаете, объективные ситуации, которые складываются и в других странах тоже, если вы замечали. Да. И в России то же самое. Но это такие глобальные миграционные процессы. Мы не будем не вдаваться. В данной ситуации, я так понимаю, как вначале мы вам объясняли, придерживаться золотой середины. Ну вот, готовясь к этому эфиру, мы от многих жителей Карачаево-Черкесии получали шоковал негатива о том, зачем вообще иностранцы нужны, отнимают нашу работу. Уважаемые зрители, вот очень много дворников в Черкесске работают иностранцы. Ночью, рано утром. Вот кто из вас готов подметать улицы? Практически никто, потому что одни иностранцы. Вместо того, чтобы им говорить спасибо и просто даже здороваться, еще мусор кидаем и считаем, что они обязаны его поднять. И от Мурата Узденова сказал октября, поступил вопрос, что может ли иностранец, у которого у него официально семья есть за границей, это не только страны СНГ, но еще дальше, получить российское гражданство, купив здесь фирму, дом или еще какие-либо инвестиции сделать. Давайте, прежде чем ответить на этот вопрос, зрители посмотрят рекламу на канале Россия 1, а потом мы вернемся к получению гражданства без супружеской ложи. Миша, ну чем тебе так нравится Ситилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта выдач. Низкие цены, ремни и поставки от производителей. Миша, может, хватит уже. А еще у них сайт удобный. Супер цены на все в новом магазине Ситилин в Черкесске. Планшет Санвинт всего за 3 990 рублей. Ждем вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети Аптек Апрель это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Это «Горячая линия». Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 22 00 36 и 22 06 73. Вот на экранах вы эти телефоны видите. И мы сегодня обсуждаем мигрантов в Карачаево-Черкесии. Вот вопрос от Мурата Узденова сказал октября. Можно ли инвестиционно получить гражданство Российской Федерации? Именно может быть купить землю, как в Турции-то делать дом, фирму открыть, 50 рабочих мест создать. Вообще как-нибудь, если у иностранца есть официальная семья и он разводиться не собирается, эффективным браком тоже не хочет портить себе репутацию. Ну, приобрести недвижимость на территории Российской Федерации и получить гражданство не получится. Это не является основанием для получения гражданства. Но есть общий порядок приобретения гражданства Российской Федерации. То есть иностранные граждане переезжают, получают сначала разрешение на временное проживание, проживают по нему более 8 месяцев, потом получают вид на жительство, это дает право на постоянное проживание. По виду на жительство проживают 5 лет, не менее 5 лет, И потом подают на общих основаниях. То есть сроки сократить не вариант? Ну, это общий порядок, если у человека нет какой-то родственной связи с Российской Федерацией. Допустим, помидорный магнат из Азербайджана хочет открыть теплицы в Крачево-Черкесии. Ну, не получится так получить гражданство, но есть определенный перечень, но помидорный магнат, к сожалению, не подходит. Он хочет являться индивидуальным предпринимателем по видам экономической деятельности не менее трех лет. И после этого получить гражданство Российской Федерации, такая возможность тоже есть. То есть индивидуальным предпринимателем три года надо будет? Индивидуальным предпринимателем не менее трех лет, и оплачивать, естественно, все налоги. Скажите, пожалуйста, вот за многолетний ваш труд были ли наказаны жители Крачево-Черкесии, которые способствовали нелегальному получению гражданства? Или же граждане, иностранные граждане, которые пытались кому-то что-то там сделать, дать, принести и обойти все эти три года, пять лет стажа для получения этого? Были такие резонансные, допустим, преступления, как граждане Узбекистана 96 уголовных дел заработали закладками? Вы знаете, да, с приобретением гражданства, да. Последнее время не было. Последние годы не было, сейчас это очень строгое, за этим следят органы надзора. На моей памяти середина 2000-х годов, 2006, 2007, 2008 и так далее, тогда была скрыта деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан, оформляющей гражданства и так далее. Но деятельность данной преступной группы была пресечена, лица виновные в совершении были осуждены на различные сроки. Я сам работал в этой следственной бригаде, я тогда работал в тех органах. И с тех пор, вот то, что вы имеете в виду, таких крупных дел, таких у нас в республике не было. Вот одна наша зрительница тоже накануне задала вопрос. Я беременна от узбека, он хороший человек. Если родится ребенок, ему, то есть ребенку дадут гражданство Российской Федерации, или мой ребенок будет гражданином узбеком, или ребенок получит двойное гражданство, но девушка не называет свое имя, стесняется. Девушка, я так понимаю, гражданка Российской Федерации? Да, 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 местная красавица. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, в случае, если один из родителей, либо оба родителя являются гражданами Российской Федерации, но родился на территории Российской Федерации. То есть в ее случае она гражданка Российской Федерации, ребенок, если родится на территории Российской Федерации, этот ребенок по рождению будет гражданином Российской Федерации. А давайте разовьем вопрос. А если, допустим, она поехала бы в Ташкент, в Гостикс, и родила бы там, но будучи гражданкой Российской Федерации? В случае, только если ребенок не получает гражданство Узбекистана, но если он станет лицом без гражданства, только в этом случае этот ребенок по рождению будет являться гражданом России. В странах СНГ, примерно как и у нас, этот ребенок становится гражданом Узбекистана. Этому ребенку необходимо будет приобретать российское гражданство по матери, ну, мать будет. Зинаида Верченко из Зеленчука спрашивает, правда ли, что к нам граждане из Средней Азии приезжают специально рожать детей, чтобы они автоматически становились гражданами Российской Федерации? То есть, давайте, если женщина из Узбекистана, Таджикистана или Киргизии родит в Черкесске ребенка своего от гражданина своего же страны, то есть Россия тут вообще ни при чем, кроме как месторождения, гражданство российское будут давать? Нет, это не является опять же основанием. То есть, не как в Америке? Нет. Ребенку так же, как и родителям, придется приобретать российское гражданство. Просто, видимо, эти граждане вводят в заблуждение, тоже какие-то помогайки, которые за деньги. Типа, давайте рожать в России, да, и вы получите автоматическое гражданство. Вот такой, знаете, родовой туризм. Ну, такое невозможно. Ребенок этот по рождению не будет гражданином России, поэтому... Он будет гражданином своей страны, но рожденным в России. Следует гражданству родителей. А если, допустим, ребенку, ну, 18 лет стукнет и так далее, он говорит, ну, все-таки я же в России родился, хочу быть россиянином, у него шансы будут потом? После 18 лет, до 18 лет, не имея никаких документов, ну, гражданства. Мало ли. Федерации. Ну, документы, удостоверяющие личность и принадлежность к гражданству, ну, до 18 лет. Только факт рождения в России у него? Нет. Нет, да? Ну, вот, тоже спрашивают, сколько... Да, все говорят, что Россия упростила получение гражданства Российской Федерации. А в чем она упростила? Тут мы объединили вопросы, связанные с гражданами, с отечественниками стран СНГ, это русскоязычные граждане. И спрашивают за тех, кто окрачается, которые живут в Средней Азии. Вот легко ли им получить гражданство Российской Федерации? Ну, давайте тоже разделим эти два вопроса. Карачаевцы, либо другие национальности, но которые являются коренным населением Российской Федерации, но являющиеся гражданами иностранных государств, Ну, да, вот карачаевцы, которые после депортации остались в Средней Азии, им легко сейчас получить гражданство? В случае, если они являются коренным населением и смогут подтвердить, что у них есть родственники по прямой восходящей линии, которые проживали на территории, которая относилась именно к России. Также вот комиссия по носителю русского языка, про которую мы ранее говорили, они имеют право обратиться в эту комиссию, если у них есть родственники по прямой восходящей линии, которые проживали на территории России. Вот давайте к Средней Азии вернемся. Вот живет, допустим, Байдмат-Канитат в Бишкеке. Она хочет сейчас уже получить гражданство Российской Федерации. Если она приедет сюда, в Черкесск, куда надо обратиться, чтобы, может быть, по реабилитационным справкам найти родственные свои связи и получить у вас эту заветную бумажку, что у нее там бабушка была депортирована, или мама, или папа, или кто-то? Ну, документы, подтверждающие, что бабушка, мама, когда-то проживали на территории России. Архивные справки можно взять. А в Черкесске-то где находится? Честно сказать, даже не могу. Но это не... Если позволите, я чуть-чуть постараюсь озвучить. Смотрите, значит, что касается депортации. У всех жителей, вот той категории людей, которые вы озвучили, которые живут сейчас в Средней Азии, у них или родители, или родители-родители были советскими гражданами. И у них была прописка, у них были адреса и так далее. Все эти сведения имеются в архивных справках. Это эти архивные справки либо у нас, либо в поселковых сельских администрациях. Так называемые похозяйственные книги. Более того, если смотреть только по документам, место рождения, или же если это Средняя Азия, или же рождение... Тогда это была Карачаево-Черкесская автономная область, по-моему, называлась. Или Ставропольский край. Я могу ошибиться. Но самое главное указание то, что это была территория РСФСР. РСФСР это был Совет Системицы. Ну вот смотрите, те, кто в 43-м году был депортирован, таких уже пожилых очень мало осталось. Из тех, кто там родился, но не смог вернуться сюда, и союз развалился, и сейчас хотят вернуться. Тогда используются документы их родителей, которые у них остались на руках. И в Карачаево-Черкесии в сельсоветы надо идти, или в МВД? Или же в сельсоветы, или используются документы, которые остались от их родителей. Или свидетельство о рождении родителей, где указано место рождения. Или же копии паспортов, там не знаю. Что еще посоветуете? Свидетельство о заключении брака, там обычно прописывается место рождения, место регистрации. Вот сегодня в очень важную вещь сказали о том, что при получении гражданства РСФСР 3 500 стоит пошлина. Теперь, если, допустим, я из Средней Азии приезжаю в Карачаево-Черкесию собрать справки. Но мне там, допустим, кто-то в сельсовете, кто-то там всякие помогайки, они говорят, без коньяка не приходи, но начинают барьеры какие-то коррупционные строить. Вообще, куда можно пожаловаться, чтобы все это оградить, потому что на Средней Азии тоже небогатые люди живут, и каждого за справкой не прокормишь? Да, конечно. Есть телефоны горячей линии, есть возможность аноним обратиться, есть возможность обратиться письменно. Более того, есть органы прокуратуры, которые следят за этим, специальные органы службы безопасности, в МВД тоже есть. Их достаточное количество. А с вот этими мелкими чиновниками, от которых зависит выдача этой справки, вообще проводится ли как-то профилактические беседы о том, что не надо нарушать закон, и если что, народ может пожаловаться? Они вообще осознают? Или каждый мелкий чиновник считает, что справка – это средство обогащения? Вы знаете, лучшая профилактика – это пример, который они увидели на стороне. То есть, вот как вы говорите, чиновник, который на своем уровне стоит препоны, его коллега за это пострадал, и для него это будет пример, который стоит учесть и не совершать подобных ошибок. То есть, это все наказуемо. И опять же, оставляя в стороне этическую сторону вопроса, надо же людям помогать. Ну, да. Ну, тут, конечно, должна быть и роль общественных организаций в Карачаево-Черкесии, которые декларируют о том, что мы помогаем за народ, хотя бы помогать справки собирать. Да, хотя бы так. Хотя бы так. Вот, далее, очень интересный вопрос от Зуриды Кишмаховой. Имеются ли какие-либо количественные ограничения для иностранцев в Карачаево-Черкесии? Ведь республика не резиновая. Сколько можно их сюда привозить, завозить, и скоро их будет больше, чем нас самих? Я попробую ответить на этот вопрос. Нет, каких-либо количественных ограничений нет. За исключением граждан иностранцев, прибывших из стран дальнего зарубежья, работодатели которых получают на них разрешение на работу, предварительно согласовав квоту с правительством Карачаево-Черкесской республики. Также в отношении иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание, устанавливается квота правительством России. В текущем году эта квота составляет 300 человек. Карачаево-Черкесия. И если больше захотят, вы просто не дадите разрешение на работу. Именно касаемо того, что я сказал, больше 300 человек нет. А так, в принципе, каких-либо количественных ограничений нет. Далее вопросов. Давайте немножко от иностранцев отойдем. Потом Ильяс Богатырев спрашивает, сколько жителей в Карачаево-Черкесии, говорит, меня иностранцы вообще не интересуют, он хочет просто экономические показатели в республике понять, имеют хотя бы один загранпаспорт, а сколько два загранпаспорта. Вообще люди стремятся получить загранпаспорт или денег на это нет, или никто не мечтает об иностранных курортах? Если позволите, я отвечу, это наше направление. Ну, смотрите, как таковой точной статистики по загранпаспортам не существует. Я могу сказать, что с 2011 года введен в оборот загранпаспорт нового образца, десятилетний, который биометрический. И каждый год в среднем мы от 6 до 8 тысяч паспортов выдаем. Но статистика не может быть точной, ввиду того, что оформление загранпаспорта не является обязательным, как российский паспорт, по достижению 14 лет, 20, там 45. То есть, грубо говоря, процентов 20-25 от общего населения. У нас население республики на данный момент составляет около 480 тысяч человек. Процентов 20-25. Это грубо. Я не берусь утверждать о точности этого процента. Что касается вторых паспортов, данная норма была введена с 2015 года. И по республике, имеющих по два загранпаспорта, не более тысячи человек будет. То есть, мало. В данном случае, я так понимаю, срабатывает не сколько экономический вопрос, да, материальный там сколько стоит, а целесообразность иметь два паспорта. Люди, которые занимаются серьезным бизнесом, деловую активность проявляют, используют два паспорта одновременно, да, им нужно. Но, как вы понимаете, данная прослойка среди жителей республики, она очень небольшая. Ну, тысячи человек это тоже много для маленькой республики. Да, нет, я не сказал тысячу, я сказал до тысячи. Да, до тысячи это... До нас дозвонился Валерий Кургинян, и он говорит, до начала пандемии у меня, как и у многих мигрантов, с документами регистрации все было в порядке. Однако из-за пандемии коронавируса мы не смогли вовремя выехать, чтобы продлить регистрацию. Президент страны Владимир Путин сказал, что это обстоятельство будет учитываться, нас не будут наказывать. Это так? Действует ли это в этом случае какие-либо привилегии? Ну, давайте, в начале программы мы ответили на этот вопрос, но давайте Валерию тоже сообщим. Что делать с мигрантом, если у него документы не смогли продлить? Вышел срок прибора. Да, да, да. Ну, что делать? Обращаться в органы миграционной службы? Сильно ли будете ругать, штрафовать, выдворять, куда-то закидывать? Нет, никого никуда закидывать не будут. Мы активно призываем выходить из негативного подполья, если можно так выразиться, вставать на мигручет, регистрироваться. Когда будет возможность, они выйдут. Пока возможности нет, они будут, по крайней мере, в статусе законно находящихся людей. То есть он спокойно может к вам прийти? Да, конечно. Почему многие мигранты, видимо, тоже какие-то там посредники, пытаются им страшить, что их чуть ли не наручниками куда-то отвезут? Какие-то обезьянники? Вы знаете, как усугублять миграционную ситуацию выгодно тем, кто на этом пытается заработать. Давайте расставим все точки над «и». Все предельно ясно. Президент дал распоряжение, мы его исполняем. Люди, которые хотят выходить, если они обращаются к нам. Вот кто им говорит, что все плохо, вас поймают, посадят там в наручники, как вы говорите, это делают те, которые хотят на этой ситуации что-то заработать. Понимаете? Недобросовестные то ли это граждане нашей страны, то ли это их соотечественники. Такое тоже возможно. Ни тех, ни других слушать не надо. То есть господин Кургинян с своими братьями-армянами может спокойно прийти и продлить свои документы? Просто обращайтесь, наши двери открыты. Вот, очень интересный вопрос пришел от Марьи Амбуташевой из Крачаевска. Существует ли какая-либо ответственность за прописку иностранца у себя в квартире? Хочу чуть денег заработать, но говорит, что ей якобы предлагали 500 рублей в месяц за то, что якобы иностранец у нее будет проживать. Ведь существуют же резиновые квартиры, а я так всего пару узбеков хочу прописать. Давайте на этот вопрос ответим после рекламы и узнаем, можно ли будет зарабатывать 500 рублей дополнительно от каждого мигранта. В новом магазине Ситилин в Черкесске. Телевизор Дигма всего за 8290 рублей. Ждем вас. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас? Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно? Карта лояльности сети Аптек Апрель – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Аптовая база «Жасминтиксиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, диван-деки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм – «Жасминэлиттекстиль 09». Это «Горячая линия». Мы работаем в прямом эфире. У нас осталось еще минут пять. И вот очень интересный вопрос о том, как на мигрантах можно заработать. И вот очень интересный вопрос задала Марья Буташева из Карачаевска. Ей предложили платить по 500 рублей ежемесячно за то, что она у себя пару узбеков пропишет. Ну, Марья, мы сразу вам скажем, что вас хотят обдурить, потому что цены гораздо выше 500 рублей. Это, видимо, на вас кто-то хочет нажиться. Да, там цены очень большие. Ну вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ответственность какая-то существует за прописку иностранца у себя в квартире. Будете ли вы тоже спрашивать, действительно ли он живет? Если вы поставили на регистрационный учет иностранного гражданина у себя в квартире, в доме, то обязательно он должен жить у вас по адресу регистрации. В противном случае в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. В случае неподтверждения сведений, являющихся основанием для возбуждения уголовного дела, арендодатель привлекается к административной ответственности и оплачивает штраф. В этом году по материалам органов внутренних дел, это и по материалам оперативных служб, участковые, также наше подразделение по вопросам миграции возбуждено, вот на 4 месяца возбуждено 111 уголовных дел под таким фактом. В Карачаево-Черкесии? То есть все-таки закон работает, а то многим кажется, что это просто запугивает. Работа постоянно это ведется, и не только, ну большую часть это делает органы. Ну скажите, пожалуйста, вот по поводу установления фиктивного брака или нет, вы лайфхаки не хотите давать, как вы все-таки проверяете, совместно они спят или нет, но по поводу прописки, как вообще вы являете этот товарищ иностранец, сегодня утром из моей квартиры выходил или ночевал где попало? А мы тоже не будем лайфхаки рассказывать. Серьезно? Ну то есть получается... Есть рычаги, есть как бы способы выявления, установления этих преступлений, так что работа ведется постоянно. Ну наверное, когда спрашиваете товарища из Средней Азии, а где ты вообще живешь, он даже понятия не имеет. Ну, в том числе, да. Вот, и очень интересный вопрос представителям, давайте назовем вас так, паспортный стол для народа, паспортный стол. В последнее время жители Карачаева-Черкесии постоянно меняют фамилии, в надежде, что если они сменят фамилии, то их негативная кредитная история будет аннулирована, и они вновь получат кредит. Ну, даже ставки достаточно высокие обозначаются, посредники говорят, что помогут оформить кредит при смене паспорта. Часто ли такие случаи? Смотрите, ну, периодически, конечно, люди обращаются, меняют свои фамилии или имена, или отчества. Сразу скажу, что это законом не запрещено. Прежде всего, человек обращается в органы ЗАГСа, и человеку дается свидетельство о перемене имени. И с ним человек приходит к нам, получает новый паспорт. Но это не значит, что прошлое его на этом закончилось. Дело в том, что в паспорте, в новом, делается отметка о предыдущем паспорте. Это обязательно. То есть, все сведения, которые были у Иванова, Ивана Ивановича, если он стал Петровым, все эти сведения вносятся и в тот паспорт. Очень часто Бобуташев становится Ивановым, чтобы кредит получить. Возможно. Тут вариаций очень много, но в данном случае результат один и тот же. Бесполезно менять? Бесполезно, да. И более того, данная информация и хранится в органах ЗАГСа тоже. И у нас. Автоматизированная база дает сведения по всем выданным паспортам. Человек может 10 раз поменять имя или фамилию. И все эти 10 паспортов, все эти сведения о 10 паспортах, они будут в базе. У нас часто спрашивают, запрашивают банки и другие кредитные организации. Да, в пределах своих полномочий, возможностей. Как бы это не тот путь для человека. Если вы все-таки решили брать кредит, вы сначала взвесьте свои возможности. Поймите это для вас или это не для вас. И потом впутываетесь в историю. Выпутаться путем изменения фамилии вам не получится. Спасибо большое. Вот наш режиссер Айшат Алиева подсказывает, что у нас осталась одна минута. Если подводим сегодняшние итоги, мигранты могут позволить себе прийти и спокойно продлить свои документы. Никто в наручниках их заковывать не будет. Второе, фиктивные браки все-таки вами распознаются, если для получения гражданства. И гражданство Российской Федерации купить невозможно с помощью земельного участка или домика. Верно? Верно. И самое главное, если вы решили прописать у себя иностранного гражданина, будьте готовы, что вы можете стать частью того общества из 111 уголовных дел и понести большое наказание, что вы потратите больше на адвокатов, чем получили деньги. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в прямом эфире. Мы ответили на все группы вопросов наших зрителей. Если за пределами эфира какие-нибудь интересные вопросы поступят, мы вам, естественно, передадим. Вот. И до встречи. Да, пожалуйста. Мы тоже были рады. По зрителям телеканала «Россия-1» сообщаем, что в 21 час 5 минут будет вести Карачаево-Черкесия. А завтра в 8 часов утра встретимся и расскажем о новой зависимости жителей Карачаево-Черкесии. После коронавируса жители Карачаево-Черкесии зависимы от кроверазжающих препаратов, как от наркотиков, и бесконтрольно от врачей кликсанят по полной программе. Немецкий кардиохирург расскажет, чем это может обернуться. До свидания. Карачаево-Черкесия